Встреча сложная, по сравнению с первой, сложнее долазить. За счет чего получился такой результат? Вчера были быстрые голы, возможно, это предопределило исход до встречи и конечный итог. Сегодня так не получилось. Ну да, вторая игра сложнее. Вчера много сил отдали. Сегодня было очень тяжело физически играть. Играли вроде неплохо, но в завершении у нас, видите, немного не получилось. Поэтому игра такая получилась. Догоняли. Вроде там смогли забить, потом такие голы опять пропускаем. Немножко не повезло. Все ребята работали, играли до конца, бились. Но все нам не повезло и не смогли отограться. Изменения в звене у вас сегодня произошли. Кличка вместо Ткачука как-то повлияла на вашу игру? Сказалось? Нет, вроде вчера играли хорошо, сегодня хорошо играли. Такие партнеры в фас играют. Такой, в принципе, одинаковый стиль играет. Особо, я думаю, не заметил сыграл. Потому что у нас постоянно меняются. Бывает пусть первого, пусть второго. Время игры ребята вдруг и понимаем. И поэтому, я думаю, с этим нет проблем. Ротация не сказывается на целом, понимаете? Нет, нет. Ну, если тренера ставят, значит, они видят такую игру и не просто так ставят. По меркам Махаэл, вы достаточно опытный игрок. Вы чувствуете, что на вас лежит побольше ответственности, да, может быть, чем на некоторых ребятах? Может быть, как-то общаетесь с партнерами, советы какие-то, что-то еще? Ну, конечно, в основной игроке уже много игр сыграли. Их, конечно, все чувствуется. И тренера по этому доверяют. Много времени игрового там, в большинстве, в большинстве. Конечно, все это чувствуется, стараемся. Подсказываем, как бы, не так, знаете, пихаем друг другу, подсказываем. Там, ребята помладше могут нам рассказать, как бы, с этим нет проблем. Это наоборот, чтобы команда играла еще лучше. Как вообще восприняли, как ощущение возвращения «Спартак» в какие-то эмоции? Самые, самые наибриятнейшие эмоции. Уже давно хотелось прийти в «Спартак» в одной группе, но немножко не получалось. Сейчас вот, слава Богу, довелось здесь играть. И хочу и дальше в этой команде играть в стиле. Очень приятно играть и стараюсь на все 100%. Ваша предыдущая команда, вы были третьего партнера в команде. По чьей инициативе он расслабил контракт? Почему так странно получается? Да, игрок, ведущий, лидер, от него избавляться или не избавляться? В чем причина? Ну, наверное, немножко по семейным обстоятельствам получилось. Без конфликтов, с тренерами пообщался, с менеджерами. Они, как бы, желали мне удачи, я им тоже и отношусь. В 2011 году на тракте вы были выбраны на Новокузнецком, правильно понимаю? Потом удачи по окупанию, все эти годы. Что дали в профессиональном плане? Какого опыта? Ну, во-первых, наверное, мне это удалось, что я далеко жила дома. В таком возрасте, как бы, немножко вырос в таком плане. Ну, а вот если брать игру, то там тоже сильная команда, в другом, в другом. И, ну, не знаю, куда же сказал. Там немножко другая игра, и там набрался каких-то сил, какого-то опыта, и пришел сюда. В Казахстанской школе вы играли с ХЦ вместе, и вместе могли сделать всю игру. По взаимопониманию были у вас еще партнеры, так как бы, в жизни настолько же пониманием было? Ну, я думаю, с ХЦМа такого, мне кажется, партнера не будет, потому что у нас с ним было 100% внимание и в жизни, и на него. Ну, так, то есть, у тебя, на самом деле, хорошие. Я играл 4 года, и там, ну, Кузнецкий, и Сандарьев. И здесь такие партнеры, ну, играющие такие, класс играют, тренера видят это и ставят слабо. Спасибо. Спасибо тебе.